Привет дорогие друзья! Студию Fish Labs вряд ли кто-то осмелится назвать новичками в мобильном агрострое. Эти ребята уже успели подарить нам такие известные игры как Galaxy on Fire, Lost Horizon и теперь к этим играм присоединилась еще одна очень симпатичная головоломка с названием WarpShift. Я уже потратил в данной новинке около часа и готов поделиться с вами своим мнением, если оно вообще кого-то интересует. Блин, все эти головоломки, кто пишет для них сюжеты? Совсем недавно в Микораме значит робот летал себе летал и потерялся. Здесь все примерно так же. Маленькая девочка, возраст которая позволит ей незатруднительно пройтись пешком под стол, гуляла по лесу и вы не поверите, тоже потерялась. Многие уже скорее всего подумали, что ее зовут Гадя, но нет, все как раз таки более прозаично. Ее зовут Фэй. Теперь ее обителю на целых 75 уровней станет загадочное и непонятное место, в котором она умеет летать, но эта чудесная возможность не лишает ее желания поскорее выбраться отсюда. Ах, да, в нашу компанию затесался еще какой-то странный куб голубого цвета. В общем, этот парень добрый и он нам вроде как помогает. Сами уровни представляют из себя набор кубов, которые мы можем менять местами. Все это делается с той целью, чтобы у девчушки появилась возможность по созданному коридору добраться до финальной комнаты. В этой комнате есть, значит, проход, и этот самый проход выведет вас на следующий уровень. Да, знаю, можете не благодарить. Кому-то же надо хоть иногда побывать в амплуа капитана очевидности. Что могу сказать об уровнях? Они достаточно интересные. Прохождение некоторых из них вполне очевидно, и оно лежит на поверхности. А в некоторых случаях в голову не приходит ничего, кроме следующих изречений. Сложно, сложно, сложно. Не понимаю, как их выставить. Непонятно, алло. Почему так сложно? Ну и, разумеется, чем дальше в лес, тем больше кубов на уровне. Появляются различные двери, новые игровые элементы, да и в целом игровая сложность будет достигать своей критической отметки. Необходимо отметить, что проходятся уровни ворпшифт не так уж-то и сложным. Всё дело в том, что количество ходов не ограничено, но для получения звёзд надо бы соблюдать лимиты. И именно здесь, товарищи, зарыта собака. Я считаю подобный метод игровой политики скучным и устаревшим. Как по мне, лучше, когда есть задача. Если прошёл, молодец. Не прошёл, скуда умный инфантильный дебилы, старайся больше. А все эти звёздочки, кругляшки, слоники, всё это от лукавого. Также в игре есть ещё один интересный момент, за который просто не может не зацепиться моя педантичность. Тут уж простите. Сама игра обойдётся вам в 229 рублей, но хитрые барыги из Фишлэпста думали создать здесь площадку для продажи игровых подсказок. Вот же эдакие меркантильные задницы. По-другому просто не назовёшь, и за это явно дизлайк. В остальном, если на всё на это закрыть глаза, блин, конечно, это сложно, но если всё же закрыть глаза, то продукт годный, красивый, сложный, играбельный и так далее. А вот к чему вообще никак не придраться, так это к обзору. Ромка постарался на славу, всё рассказал и всё показал. Ставь лойс под видео, а я пойду готовить новый обзор. Пока. Субтитры подогнал «Симон»